господин деньги стоимость нет в наличии для продажи редкость уникальный опасность безопасный загадочность диковинный описание гуманоид мужского пола латиноамериканского происхождения на задней части шеи которого имеется татуировка господин деньги из маленьких господ от доктора развлечудова необходимое оборудование не требуется меры предосторожности отсутствуют способ доставки действующий владелец имеет право заключить письменное соглашение о передаче права собственности на господина деньги другому желающему человеку в обмен на некоторое количество наличных средств который владеет покупающая сторона как только это соглашение будет подтверждено подписями обеих сторон господин деньги будет мгновенно телепортирован вместо указанное в письменном соглашении или по месту нахождения получателя если место не было указано этот процесс будет происходить только в том случае если письменное соглашение содержит подписи обеих сторон и указывает количество валюты подлежащие обмену транзакции без использования денежных средств невозможно господин деньги приспосабливается к желаниям и предубеждениям покупателя относительно своих возможностей отзывы клиентов оставить первый отзыв об этом товаре только для сотрудников комментарии сотрудников да его же рвет мирскими благами я бы тоже стал на его месте нервным мистер деньги был изъят из учреждения маршал картер и дарк лимитед в котором он намеренно и неоднократно обменивался между некоторыми сотрудниками он его для выяснения пределов адаптационных способностей а также установление способов их практического применения объект был приобретен агентом фонда под прикрытием который выдавал себя за предполагаемого получателя во время одного такого обмена мистер деньги был впоследствии переведен под хранение фонда настоящее время считается что объект действует в интересах фонда перед изъятием объекта из маршал картер и дарк лимитед фондом было перехвачено несколько внутренних документов из них посредством антимиметических методов контрразведки используемых нашей организации фонду стало известно о существовании мистера деньги и о том что он собой представляет с тех пор подавляющее большинство этих документов стало нечитаемым или непознаваемым единственный документ который смог восстановить фонд приведен ниже служебная записка 23 отправитель мишель лотар получатель пейтон агапиус принято решение ваше предложение каким бы опрометчивым оно ни было доказала свою состоятельность на физическом уровне объект такой как можно было бы ожидать те кто знаком с его произведениями сочли что постоянные хирургические модификации как бы мало их ни было соответствует по качеству его более ранним работам учитывая сложность незаметных аспектов этот вывод может вызвать удивление беглый осмотр решеток транспонирования объекта показывает что они высокого качества мало того механизм активации искажений не является как вы предполагали рудиментарным применением динамического гейса его создателем вместо этого решетка почти самопроизвольно аномально реагирует на создание повседневной информации об объекте имеющий обязательную силу грубо говоря эти свойства не прикручены к нему тяпля не внесены в его тело неопытной рукой ради создания работоспособного предмета они присущи самому телу самые опытные производители игрушек не могли бы добиться столь цельной реализации предмет продолжает раздражать и при тщательном изучении модификации к объекту по факту применяются дважды наиболее значительный слой это описаны выше а второй слой по большей части избыточен и выполнен более топорно наши эксперты сочли бы качество этого второго слоя типичным для своего времени и так зачем создателю пытаться перезаписать уже существующий слой более высокого качества почему присущий слой существует в первую очередь в идеале ответы станут более очевидными после завершения следующей тестовой передачи до тех пор я надеюсь вы оставите свои предположения при себе маршал картер и dark limited привет меня зовут господин деньги не волнуйся мне просто нужно с кем-нибудь поговорить а поскольку в этом автобусе есть только ты и я то этим кем-то мог бы стать ты я мог бы поговорить с водителем но тут знак не делать этого видишь водителя не беспокоить потому я этого и не делаю а то ведь автобус может разбиться и мне придется идти пешком всю дорогу ты когда-нибудь ходил под таким дождем скажу я тебе это очень холодно так что просто посижу здесь и поговорю с тобой с тобой ну куда постой я просто хочу подружиться на кого бери ну как мы теперь друзья да да это бриллиант до настоящий видишь ли дружище я знаю как работает дружба слышишь меня как тебя кстати зовут ну здравствуй дэйв приятно встретить такого смышленого парня как ты я раньше тусил с одними ребятами фуда ты не поверишь они не понимали как работает дружба абсолютно не понимали не то что ты дэйв я давал им доллары и центы и гребаные бриллианты они назвали меня снобом и не более меня снобом прикинь дэйв на вот еще один бриллиант ты хороший друг и ты похоже сможешь правильно его использовать не ну серьезно я сноб не так то просто добывать все эти ценности скажу я тебе банкнотами блевать норм они выходят легко даже и с монетами нет ничего сложного но с бриллиантами все не так просто бриллиантами можно подавиться у меня бывало несколько раз скажу я тебе хорошо что госпожа сладость была там а то был бы мне конец она всегда была очень добрая госпожа сладость даже если она просто жалела меня просто блин жалела меня прекрати блин дергаться дэйв нет нет не уходи вот еще один бриллиант пожалуйста извини что я разорался я не хотел наверное от рэда зародился он всегда орёт добавил мне проблем что тут скажешь что что ну дэйв это очень хороший вопрос но я блин не знаю почему я умею блевать деньгами так что за блин ткнись спасибо тебе бриллиант я расскажу тебе что сам знаю потому что друзья делятся секретами мы же друзья правда дэйв я должен знать какие деньги я хочу выблевать я не могу сейчас тут тебе выплюнуть какую-то иену или типа того потому что я никогда не был в азии я не знаю как и она выглядит ты когда-нибудь бывал в азии думаю нет летать немного дорого ну хватит обо мне куда ты направляешься что до меня так я направляюсь ну не совсем знаю куда но доберусь я туда раньше этих говнючков это точно говорят мол это не гонка на время но вот что скажу я тебе дэйв не бывает такого чтобы было не гонка на ка бриллиант а какой рассказ дорогой друг ты хотел бы услышать следующим пиши в комментариях